я приветствую всех гостей зрители и конечно же подписчиков канала по следам карт психопрогнозе на 2023 год и мы сделаем с вами небольшой расклад в трех вариантах вот у нас символы года здесь белый кролик и будем выбирать также по цветам 3 3 варианта трех кроликов розовый желтый и блакытный или синий мы сделаем этот расклад чтобы заглянуть вглубь своей души то есть это будет внутренний наш расклад это такая полезная терапевтическая поддерживающая практика и сейчас на стыке перехода одного года в другой самое время для осознанного погружения глубины собственного я где каждая картинка в нашем рисунке расклада будет рассказывать нам свою какую-то некую историю расклад будет представлен тремя основными позициями и работать будем мы на трех символных системах на таро из нее возьмем старшие арканы на системе ленорман и на метафорических ассоциативных картах и традиционно первая позиция будет представлена архетипом старшего аркана из системы таро возьмем мы их из колоды таро славянских легенд недавно был обзор на канале по следам карт кто не видел может ознакомиться такая новая классная колода очень понятная с нашими славянскими архетипами и мы будем задавать ей вопрос о главной задачи нашей души на 2023 год это будет основной этап нашего развития основная энергия года архетип ступени развития сознания года и так далее это то с чем очень тесно придет приз предстоит взаимодействовать в новом году это те энергии которые приходят в нашу жизнь неосознаваемо то есть независимо от наших желаний хотим мы этого или нет выбираем или не выбираем это просто такой некий этап который полезен для нашей души для как опыт для ее эволюции это может проявляется как во внешнем мире как событийный ряд а так и прежде всего в нашем внутреннем мире мы будем делать акцент на наш внутренний мир как наше некое внутреннее движение внутренняя динамика это может быть как бы движение наших эмоций эмоциональной психоэмоциональной сферы направление хода мыслей которые соотносятся с тем либо иным архетипом и задача наша состоит в том чтобы встроить эти энергии в свою взрослую жизнь и направить их на выполнение своих задач и целей это у нас будет первая позиция как главный архетип главная энергия года на колоде ленормана мы посмотрим вторую позицию внутренние опоры это наши способности личностные качества компетенции которые будут собственно помогать нам выполнять эту главную задачу души это те наши личностные характеристики которые на которые мы сможем опереться как поддерживающие нас до проживая главную энергию души и использовать я буду колоду ленорман мистик гарден а я ее люблю это моя праздничная колода не только за ее такую нарядную праздничную рубашку ну и за мягкость образов вот допустим так традиционно такие но не совсем приятные образы как мыши и крест гроб они поданы здесь очень интересно очень лагидно мягко и вот вот посмотрите крест и поэтому я ее использую как вот ресурсную колоду а как колоду которую мы читаем вот коса как вот видите какая-то как произведение какого-то искусства как ювелирная до какое-то произведение вот как шкатулка гроб то есть получается я ее использую очень люблю она вся хорошо зарекомендовала как именно поиск ресурсов наших внутренних психологических опор и конечно же рекомендация духовный совет а мы попросим для того чтобы выполнить нашу главную задачу души в колоде magic pill magic pill волшебная таблетка здесь очень много карт здесь и картинка и поддерживающее послание будет ну или не совсем поддерживающее но указывающая нам на определенные наши задачи чтобы было бы полезно нам сделать проживая этот архитект ну что ж друзья в оступительной части все кто впервые смотрит и не сталкивался с психопрогнозом есть на в данном плейлисте водное видео о психопрогнозе можете послушать в дальнейшем течение года вы можете смотреть психопрогноз по месяцам я специально его снимала без привязки какому-либо году потому что это все условности мы смотрим наши внутренние тенденции внутренние движения поэтому очень будет классная практика и поддерживающая когда вы по месяцам будете идти и просматривать даже для тех кто уже смотрел этот психопрогноз может выбирать а в том или ином месяце другой инший вариант или тот же самый и вы уверена в том что вы будете слышать совершенно другое новыми красками будут для вас раскрываться на карточки и новыми нотками звучать послание ну а что ж мы теперь сейчас перейдем к с вами к выбору варианта и так друзья пока перемешивая старшие арканы вы сосредотачиваетесь расслабляетесь а я вам еще раз напоминаю что психопрогноз эта история про то чтобы вы мотивировали себя нас достижение нужных вам результатов не следует ждать от психологического прогноза какого-то окончательного или тем более жесткого приговора вашей жизни жизнь вариативно и строите ее вы методом принятия своих собственных решений и ответственности за их последствия и помните что вам и только вам придется иметь дело с последствиями ваших выборов виде каких-то конкретных людей или ситуаций или их отсутствие вашей жизни никто за вас этого не сделает ответственность за вашу жизнь лежит только на вас самих а не на ком другом включая там различные прогнозы либо предсказания психопрогнозе мы не делаем никаких предсказаний мы делаем акцент на внутренние наши состояния и переживания и движения а не на внешних события и это важно и является первопричиной для остальных внешних проявлений потому как есть закон подобия что во мне то и вовне а вот как ваша внутренняя динамика будет развиваться и проявляться во внешнем мире на событиях и коммуникациях с другими людьми или социумом это результат уже вашей воли вашего ментального уровня и системы ценностей и пока я вам напоминала как следует относиться к психопрогнозу я достала три а старших аркана и вот вам пожалуйста выбирайте либо по цвету либо по номеру розовый наш кролик желтые ребят и синий либо блакытный три варианта первый второй третий выбирайте и переходите потом по тайм-коду ну что ж в добрый путь итак для тех кто выбрал первый вариант розового нашего кролика наша основная архетипическая энергия которую предстоит прожить в этом году 2023 у нас представлена старшим арканом дьявол и я вас попрошу попробовать на начале поработать с в ассоциативном ключе и отследить свое первое впечатление которое данная карточка у вас вызывает свой эмоциональный отклик и возможно даже телесный телесное проявление где-то картинка у вас отозвалась теле прямо можно поставить на паузу видео и обратить взор в глубь себя это самое важное это ваши индивидуальные проекции которые у вас всех могут быть разными и как у вас таки правильно 1 эмоциональный отклик на эту картинку это архетип дьявола это такой проекция тени в психологии это такая глубинная такой глубинный ключевой конфликт который происходит в сфере каждого каждой личности когда мы что-то вытесняем это могут быть даже какие-то наши отвернутые части и а вот в 2023 году будет разворачиваться динамика наших с ними взаимоотношений а дело в том что дьявол это такое религиозное мифологическое существо которое олицетворяет собой зло и он понимается как враг бога и пытается отделить человека от божественного и он его искушает провоцирует подавляет привязывает к себе поэтому по дьяволу нас проходят различные зависимости и созависимости и как ни странно проживая энергию архетипа дьявола мы не пытаемся манипулировать мы и так это достаточно хорошо уже умеем как ни странно мы пытаемся здесь быть честными сам самими собой мы пытаемся принять свои отверженные какие-то части личности вытесненные это в основном происходит под давлением нашего предыдущего травматического опыта посмотреть честно вглубь себя и спросить а как поживает зло внутри нас самих ведь мы живем в мире где в таком дуальном где есть достаточно как добра так и зла и соответственно мы являемся зеркалом отражением частью этого мира и в нас так же есть и добро и зло ну вот на добро нам приятно смотреть а на зло не совсем и не принято так вот а нас спрашивает эта энергия знаем ли мы себя настоящего и навстречу стеню мы всегда реагируем по-разному кто-то из нас протестует кто-то отрицает кто-то показательно занимается самообичеванием и так дальше дьявольские черты мы придаем тому что исключаем из нашей из нашего сознания на то что нам не хочется смотреть то что мы отвергаем то что становится нам враждебным часто мы обвиняем о себя и другим страдаем от обид на близких раздражаемся на беспринципных и наглых людей считаем неудобным и неприличным заявлять о своих желаниях и правах это тоже вытесняем когда мы оподавляем свою инстинктивную часть и считаем что это неудобно неприемлемо социально табуирма даже мы боремся за некую такую справедливость помогаем другим жертвуем собой часто бываем спасателями для других невзирая на даже неблагодарность окружающих и отсутствие запроса с их стороны да нам вот эту помощь спасательства и это мы делаем потому что нам важно оставаться хорошими собственными в собственных глазах а вот вы так никогда разве не делаете а энергия дьявола призывает нас быть честными самим собой и посмотреть для чего мы это делаем для почему мы так же отчаянно нуждаемся в чем-то согласие принятие одобрение нуждаемся в любви так как я уже сказала мы переживая внутренний травмирующий опыт наша душа словно как бы расщепляется одна ее часть не выдержав этого опыта становится теневой и старший аркан а дьявол это психологическая наша тень которая вытесняется и в бессознательное как будто это с нами не произошло это нас не касается этих черт характера у нас нет этих качеств нет этих инстинктов нет другая часть нашей души продолжает жить и испытывать такие безопасные или социально разрешенные переживания и тогда сошествие вот в а в ад вот который представлен здесь то или подземное царство мертвых она еще в мифах называется она описана во многих сказках в мифах в сказках как у нас герой спускался либо в подводное царство к подводному царю либо в подземное царство и это является целительной практикам и целительной процессом и там герой перевоплощался возвращал утраченные части собственной души и поднимался обратно вот это именно это и предстоит сделать в 2023 году нам с вами а ведь помимо личной тени мы еще обусловлены социальной теме тенью и архетипическое есть уровень тени есть несколько ривнев вот этих уровней тени и вот а то что социальная тень это такая молчаливая согласия с ее молчаливого согласия социальная тени совершается все в мире преступления фашизм нацизм жесткие насилия порабощение войны это все социальная тень когда мы видим а что это происходит но как будто бы это нас не касается мы к этому не причастны мы это не выбирали на самом деле это все есть у нас и это последствия контакта человека со зверем видите у нас тут рогатый зверь и у него на цепях привязаны два существа мужчина и женщина они имеют рога это как символ наших нашей животной части которую мы отвергли что мы являемся подобием этого же рогатого зверя нашего персонального минотавра и и полезно будет прожить эту энергию задать себе вопросы такие как а что происходит с моим внутренним а внутренними отвергнутыми частями посмотреть на них честно какой зверь а во мне живет какого минотавра я вырастил и вскормли вскормил как он проявляется в моем внутреннем мире во внешнем мире почему я не хочу замечать этого почему я это вытесняю с какими травмами это было связано с какими событиями и дьявол это аспект нашей животной природы и не стоит бояться этих частей с ними нужно встречаться ну уже как я в выступительной части сказала хотим мы этого или нет вот надо психопрогноз назвать его переименовать в честный прогноз так вот такой достаточно ну табуируемая энергия которая не хочется туда смотреть но она нам выпала хотим мы этого или нет как я говорила во вступлении и мы будем с этим сталкиваться и чем больше мы будем это отодвигать она потом это отвергать это вытеснять тем больше мы ее будем кормить и тем сильнее она вырастет посмотрите какая дьявол большая фигура на фоне маленьких это большая фигура уже такая выращена взрослая но опять-таки и не стоит бояться потому что да дьявол это наша животная природа это олицетворение нашей материи нашего материального мира мы все живем в мире дьявола вы сейчас это все прекрасно видите да по тем событиям потому уровню количество жестокости насилия без такой принципной войны ни за что да не про что непредвиденных событий которые происходят и вот потому что мы все его были вырастили этого к эту коллективную тень эту коллектив эту социальную тень это коллективного дьявола и конечно не бывает в жизни ничего лишнего и встречаться с этой теневой частью личности нам придется и и это необходимая целебная целебная практика возможно вы это уже делали в своей жизни но значит надо еще спускаться на уровень ниже еще дьявол архетип дьявола это также про наши животные инстинкт я сказала про нашу материю все что связано с материи с деньгами с материальными благами стоит посмотреть какими материальными благами я себя окружаю как мои отношения с материи да каковом каковы мои отношения с материи это про нашу сексуальность про телесность да и здесь какой мой сексуальный мои отношения с моей сексуальностью прежде всего а со своей личной внутренней это может проявляться в какую-либо степень зависимости что есть балансе а что в избытке в моей жизни в плане материи сексуальности всех вот материальных проявлений от чего я завишу или от кого вот эти вопросы будут стоять остро перед нами проживая проходя через энергию дьявола в этом году и это главная задача нашей души как мы с ней справимся будет зависеть и от того как мы с ней справимся будет зависеть и дальнейшая наша эволюция дальнейшее наше развитие дальнейшее наше проявление в социальном физическом мире дьявол это про физический мир и и конечно же здесь честно надо себя посмотреть и расписать от чего я зависим от чего я не свободен или не свободно какие соблазны и попадаю как какие есть возможные варианты выхода и и посмотреть в том числе на позитивный поле саркана дьявола это когда мы принимаем свою животную природу и можем проявлять ее например какие существуют у меня запреты на проявление животных таких инстинктов и табуируемых эмоций вытесненных таких как злость агрессия жестокость зависть ну вот то что социально табуировано например там девочки не агрессируют да или агрессия это плохо она в нас есть животные существа нам об этом говорит старший аркан дьявол и говорит о том что до вытесняет дальше но только внутри я буду вырастать и становиться сильнее вот когда мы не проявляем эти все запрещаем о себе эти чувства их можно проживать и проявлять в экологичном русле да есть множество практик я не одноразово говорила есть комната побить посуду побить подушку покричать на поезда пойти там где тебя никто не слышит и так дальше то и так дальше а нет на то чтобы вырастить и потом в конечном итоге но про вылилось на конкретного человека вся эта агрессивная энергия жестокой зло насилия на конкретную страну на конкретную нацию а потому что долго долго мы это подавляли и не проживали и старший аркан а дьявол еще раз повторюсь он про честность самим собой как ни странно как насколько честно мы посмотрим на то что у нас вытеснено над на то что есть в нашей тени и от того а как мы пройдем этот этап будет соответственно зависеть и следующий этап нашей жизни по пройдем мы или пойдем на переэкзаменовку и здесь очень хорошо прорабатывать еще все варианты своей зависимости от кого чего мы зависим от чего мы уже можем отказаться а от каких зависимостей от которых еще не можем отказаться но хотели бы и вот маленькими шагами знаете из капли складываются океаны а мы можем проживать эту непростую я бы сказала энергию по дьяволу ну что ж друзья давайте посмотрим теперь наши опоры ресурсы внутренние опоры это те наши способности а которые и личностные качества которые в нас уже безусловно есть и с помощью которых мы сможем прожить эту непростую энергию дьявола вот такую зависимости созависимости по крайней мере когда мы даже честно себе признаем что да я зависим или созависим от чего-то или кого-то от своего дела от компании от конкретного человека это уже пол дела это уже 50 процентов признание признание это всегда половина дела уже мы уже будем понимать и потом дальше а все как я сказала начали от свободы выбора от свободы вашей воли я хочу с этим что-то делать или не хочу у меня есть ресурсы на справиться с этим как-то взаимодействие с или нет вот эти ресурсы я и хочу сейчас вам предложить а посмотреть давайте посмотрим какие у нас внутренние опоры проживать энергию дьявола корабль очень замечательно у нас есть большая динамика змея посмотрите опять-таки про сексуальность у нас дьявол плюс меня это вообще сексуальность в кубе даже не в кого в квадрате мы можем противостоять и звезды прекрасно прекрасные наши внутренние опоры давайте про каждую сейчас мы коротко обозначим что она означает и вот наш ресурс наша опора виде корабля а корабль это испокон веков является символом такой путешествий перехода до трансформации из точки а в точку б корабль говорит нам о сильном желании перемен стремление и в корне изменить свою жизнь и подняться на более высокий уровень и корабль дает нам возможность ресурс переломить текущую ситуацию в психологическом плане корабль может символизировать вот наше сильное желание и стремление изменений внутренних стремление к внутреннему росту и вот это как раз очень хорошо посочетается помогает с архетипом энергии к аркана дьявол когда мы готовы совершить внутреннее путешествие путешествие вглубь себя такая глубокая медитация любая практика когда мы и идем очень на дальние расстояния корабль это всегда про дальние расстояния мы готовы погрузиться во все свои пласты бессознательного и посмотреть разгребсти все свои теневые аспекты но по крайней мере не все это я так глобальное слово употребила чтобы доступные нам по нашим и у вас есть на это ресурс корабль это такая знаете надежда как ресурс наш опор это надежда на лучшее и скорое появление возможности изменить ситуацию переломить ситуацию корабль это непрестанное преодоление сложностей и нам это под дьяволу очень понадобится до решения все новых и новых поставленных перед нами задач это построение планов на будущее это такая навигация такая дальневиднее дальневиднее это долгосрочные планы долгосрочные перспективы которые мы перед собой ставим и когда мы перед собой наша лично ставит так долгосрочные планы и перспективы высокие такие цели то конечно же на пути к этому продвижению мы и должны зацепить и пройти наши теневые аспекты также как а в качестве ресурса и пора корабль это и полет фантазии это всегда про такой романтизм да это сексуальность у дьявола очень хорошо связано романтизм такое помните кто убегал в пираты в моряки и те люди которые были вот стремились приключениям таким утра такое это такой стиль жизни да такая романтический опасный я бы сказала стиль жизни на грани адреналина вот и это про в том числе корабль нам об этом и говорит а также это богатое воображение это повышенная сентативность и развитая интуиция интуиция как внутренняя опора по путешествию и проработки по архетипу дьявола очень очень а для нас важна основной это дальновидность далеко идущие планы это которые мы простраиваем и которые помогают вот когда мы у нас точка а б конечно вот мы в точке а находимся точка б у нас далеко поставлено на нашей внутренней карте до карта это не территория то тогда у нас точно есть навигация у нас точно есть намерение на переход с точки а точки б у нас достаточная мотивация по кораблю она зашкаливает это даже больше чем мотивация это страстное желание и под дьяволу это всегда страстное желание победить страсть дьявола очень интересная такая метафора получается и а также это один из символов мужского активного начала то есть а когда мужское начало наше но как перво источник до первого первого архетип сверх архетип может взаимодействовать с вот этим архетипом дьявола в том числе следующий наш наш опора ресурс это змея змея это как первичный символ ума и мудрости часто рассматривается то есть змея символ мудрости символ исцеления в том числе вы помните на медицинских на фарма учреждениях у нас извивается змея и здесь также как женское начало то есть у нас есть мужское и женское начало то есть мы можем рассматривать как анима и аниму соединены для того чтобы у нас проявлять давать нам опору по проживанию энергии дьявол еще конечно же какие качества и характеристики по змеи это умная хитрая животная и точно знает чего хочет и соответственно вам эти качества необходимо будет проявлять они у вас точно есть то что она является символом ума и мудрости мы уже а с вами рассказал сказали она также может смотрите змея здесь изображена как в позе нападения она может защищать права групп или отдельных личностей которые не способны отстаивать свои интересы самостоятельно то здесь змея в защите она защищает свое гнездо свои границы личностные а также она защищает других более слабые группы которые не способны себя защитить это может быть как потомство собственно так и в принципе ну как бы других более слабых нуждающихся а в защите также змея проявляя это проявление я уже сказала активной женской сексуальной энергетики в том числе то есть вот у нас дьявол это мощная такая харизма сексуальная здесь сексуальность и здесь так как это опора то есть это то что мы можем оставить проявить из дьявола себе то есть проявить истини достать и сказать все теперь это не табу для меня теперь я могу спокойно проявлять свою сексуальную энергию своих сексуальность проявлять а во внешней мире и И это не есть плохо. Для меня это есть норм. Вот про что тоже мы можем посмотреть и принять. Про звезды, что хочется сказать. Звезды, ну такой символ, который достаточно понятен. Звезды являются как источник света в ночном небе. И они являются символом такого духовного, аллегории духовного света, который пронизывает темноту. Это звезды, это про тот ресурс вдохновения и достижения, который точно у нас есть. То есть вы те люди, в которых, как знаете, как базовая комплектация, заложена программа на достижение и на успешность. И вы ее будете реализовывать. И это та опора, на которую нужно опереться, проживая энергией архитепа дьявола. То есть я хочу быть успешным. Я хочу реализовать все свои планы и мечты по звездам. Поэтому мне здесь надо пройти. Мне надо пройти эту тьму, чтобы выйти к этому духовному свету. И многие звезды сообщают, что ваши планы и ваши цели, они как бы благословлены свыше. Звезды в Ленорман – это аналогия архетипа 17-го старшего аркана звезды 2-й. Это ангел-хранитель. Это то, что мы под счастливой звездой. И здесь по кораблю, и по звездам еще мне почему-то хочется сказать про какие-то творческие, художественные, ну различные творческие, в том числе художественные, какие-то дарования, дары, которые у вас есть. И, возможно, они вытеснены и скрыты по дьяволу. Рисуйте, творите, делайте что-то такое руками. То, что вы раньше думали, знаете, как по дьяволу. Ну это взрослые не лепят в пластилины, в глину, не рисуют кисточками, не рисуют карандашами. Это же детские сабавы. Так вот, в дьяволе очень много находится в тени, вытесненной нашей детской боли, травмированной части нашего внутреннего ребенка. Достаньте это, у вас есть на это ресурс. Рисуйте, что вы хотите. От нейрографики просто до каких-то картин. Подарите себе мастер-класс. Купите, пойдите. И никто об этом знать не будет. Но вы посмотрите, насколько свободнее задышится, когда что-то вы выпустите из своей тени. И по звездам также идет принятие космических законов. То есть здесь высшие небесные законы, законы Вселенной, которым следует идти. Вы наверняка про них знаете, что-то слышали. По крайней мере, у вас есть в этом убеждение или понимание, что есть какие-то некие высшие законы, против которых бесполезно бороться, изменять эти правила. Им бы стоило следовать. И вот тоже время для их изучения, исследований. То есть вот кратко, это те ресурсы, на которые вы будете опираться. Это надежда, это целеустремление, это вдохновение, это защита своих границ, своей территории. Все, что вам ценно и дорого. И здесь вот как с дьяволом сочетается змея. Классно мы говорили, что у нас табуированная там животные инстинкты, жестокость. И змея говорит, выпусти их. Выпусти их, если это того стоит, если это в экологичный даже способ. Позволь себе отэмуниционировать где-то резко, жестко. Для того, во что ты веришь. Для защиты себя, своих близких, своей территории, своих благ. Ну что ж, друзья, вот такие у нас опоры были. Давайте достанем нашу подсказку, третью позицию. Будем завершать первый вариант нашего ржевого прекрасного кролика. Какая подсказка, да, подсказка, духовный совет нам, подсказка, как нам проживать это все, как нам это все принимать. И смотрите, сначала на картинку. Тут смотрите, какой мост через речку, да. Вот такая горная река, есть мост. И нам послание, что возможны упадок сил и нервные перегрузки. Исполнение желаний пока откладывается. Вот о чем нам это послание говорит картинка? О том, что надо давать себе время на покой, потому что сама по себе энергия дьявола, она затратна, да. И поэтому глобальные какие-то желания, вы отложите их, может быть, на вторую половину года осуществления. Сейчас надо разрепстить эти подвалы, чтобы потом уже налегке, налегке осуществлять другие. Давайте еще одну подсказку. И здесь, по-моему, такая картина морского берега, бриза какого-то. Ну, в общем, вы сами смотрите. И нам следующее послание. Что для вас это? Полоса приятных неожиданностей, которые будут следовать одна за другой. Вот, пожалуйста, два послания. Одно, которое предостерегает нас от перегрузок, да, прежде всего, психоэмоциональных. А другая нас как бы настраивает на принятие белых полос в жизни и каких-то неожиданностей, таких мгновений, которые показывают нам, что из этих радостных моментов и состоит наша жизнь. Друзья, я вас благодарю, желаю вам прожить 2023 год максимально ресурсно для себя. Берегите себя, мирного вам неба и всего хорошего. До встречи в новых обзорах. Пока-пока. Для тех, кто выбрал второй вариант нашего желтого кролика, зайчика, мы вскрываем, смотрим первую позицию. Наша основная энергия, архетип, который будем проживать в 2023 году, который полезен как урок для нашей души. И здесь, посмотрите, старший аркан башни. Я попрошу вас сначала поработать в ассоциативном ключе. Вы посмотрите, что первое, на что вы обратили внимание. Про что, о чём ваша эта карта, как она откликается, какие вызывают чувства, эмоции, возможно, какую-то телесную реакцию. Можете поставить видео на паузу и прямо почувствовать в своём теле, где у вас отзывается эта энергия. Как переживается, какие эмоциональные отклики. Ведь этот ваш индивидуальный отклик, он и есть самый верный, достоверный и самый правильный, как у вас, так и правильно. Вообще, эта карта не сложна в толкованиях, поскольку её метафорический смысл легко читается. Это что-то внезапное. Мы видим внезапное разрушение сверху. Вот тут у нас изображён славянский бог Перун, который свой гнев, бог молнии, разрушает какое-то здание. То есть это крах чего-то. Чего же это крах? Что же символизирует башня в психологическом сенсе, в смысле? Это не только разрушение здания, точнее, не столько это здание, как аллегория, как метафора. Это скорее башня нашей косности, увязание в какой-то доктрине, в каких-то учениях, в каком-то понятии, в какой-то картине мира, которую мы приняли, надели на себя и считаем, что только так и правильно, и других картин мира не существует. В какой-то доктрине, в каких-то ограничивших наших широту взглядов убеждений. То есть те убеждения, и та картина мира, которая служила нам раньше, она внезапно в 23-м году подвергнется какой-то критике. Она не выдержит испытания временем, и она будет разрушена. Почему? Потому что это ситуация, когда человек закрыл себя от внешнего мира, выстроил себе такие баррикады, стены, барьеры, как шоры, и не готов смотреть, что есть за их пределами. И считает, что вот это то, что внутри этого здания, то и есть мир. То есть он проецирует свое внутреннее убеждение, свою внутреннюю картину мира на весь внешний мир, на других людей, на весь социум, и считает, что они такие, он этот мир такой, как видит этот человек, находясь, живя в своем ограниченном мирке, да, узком. Но проживая в таком ракурсе жизнь, человек теряет связь со своим еще духовным центром, принимая ограничивающие его осознание формы, то есть отгораживается от разнообразия внешнего мира, помещая себя в узость башни и надев корону собственной правоты. То есть у нас в классической башне там падает корона, а здесь попадает вот, здесь такая аллегория, здесь как вот такой деревянный храм, да, то есть это возможно разрушение убеждений ваших и религиозных в том числе подвергнется такой критике, да, подвергнется жизнеспособности. Вы зададите себе вопрос, а так ли это, а правда ли то, во что я верую, да, а правда ли то, во что я считаю, был убежден ранее, да, является ли это истиной. Вот такие вот вопросы станут, и честно, надо посмотреть им в глаза, как я вначале сказала, обзора во вступительной части, что эта энергия приходит независимо от нашей воли в нашу жизнь, хотим мы ли этого или не хотим, что-то во внешнем мире, во внешних проявлениях, ситуациях случится такое, что заставит наш внутренний мир внутри этой башни содрогнуться и задать себе вопросы. А истина ли это? А правда ли это? А соответствует ли это действительности? А правильно ли я всё время об этом думал? То есть критическое мышление возникнет, которое подвергнет разрушению то, что такое было настроено и социумом, и значимыми взрослыми, и значимыми для нас авторитетами, которые мы для себя назначили. И заставит усомниться в этой правоте, в этой правдоподобности, в этой истинности. И мы вынуждены будем, скажем, выйти за узость этой башни. И ключевая идея здесь, это, конечно, мощный внешний толчок, способствующий уничтожению ограничений, и который откроет путь к правде и истине. То есть какой-то внешний мощный толчок, он будет способствовать уничтожению наших ограничивающих убеждений. Мы не можем всё время жить в скорлупе, в этом таком коконе для себя созданном. Этот кокон будет разрушен, и мы будем оголены к правде и истине. То есть когда мы оголены, тогда мы узнаем, сможем услышать, увидеть и принять какую-то другую правду, а для нас новую истину. И, конечно, надо помнить, что всякая вера, она находится в нашей голове, а не в реальности. То, что мы верим, это только наша внутренняя реальность. Это не есть реальность истинная. И вот башня помогает нам освободиться, архетипический аркан башни – это такой катарсис, который через вот такое даже сложное восприятие помогает нас освободиться. Когда наш привычный мир рушится, наши привычные убеждения рушатся, и всё, которое раньше было целью, смыслом, оно перестаёт быть таковым. И кажется, что Земля уходит из-под ног, всё, мир рушится, но на самом деле это освобождение, потому что катарсис – это мощная энергия очищения. И вот психологический смысл башни именно в этом – в мощном очищении, которое способствует обновлению. И это мощное обновление способствует нашему освобождению путём сломом старого, старых убеждений и его отмирания, и переход быстрых перемен. И эти перемены тоже надо встретить, знаете, как обнулённым, обновлённым. И когда мы часто сравнивали себя с другими, ещё архетип башни часто сравнивают с гордыней, да, архетип башни в психологии – это и катарсис, и гордыня. И гордыня, она проявляется в неправильном аспекте, когда мы сравниваем себя с другими, будь то к лучшему или к худшему. То есть мы лучше других, либо мы худше других. А здоровый аспект – это достоинство и адекватная самооценка. И здесь вот в башне как раз у нас есть возможность прийти от завышенной либо заниженной самооценки и прийти к здоровой самооценке, самоценности, я сказала бы. И давайте посмотрим теперь на нашей колоде второй Ленорман наши опоры внутренние, то есть те качества, ресурсы, которые помогут нам в той либо иной степени прожить эту энергию башни, эту сложную энергию башни, прожить её ресурсно, максимально для себя, пройти через этот урок души. Ведь от того, насколько мы пройдём этот урок полно и ресурсно для себя, будет зависеть наша дальнейшая эволюция, наше дальнейшее развитие духовное, психологическое, ну и так дальше. Поэтому давайте мы посмотрим те опоры. И вот смотрите, у нас снова башня, но Ленорман назначает немного другое, у нас гроб и у нас собака. Ну вот видите, как я люблю говорить, я очень обожаю все символьные системы, как они сочетаются с друг другом, как они друг друга дополняют, насколько они гармоничны, когда используют метод синтеза, который я люблю, когда мы используем несколько систем. Давайте коротко скажем про каждый ресурс наш. Итак, карта башня в Ленорман имеет значение жизненного пути и итог. Она символизирует результат какого-то дела, долголетнего труда и даже, возможно, какого-то этапа жизни, подведения итогов. И вот недаром здесь башня архетипическая Таро сочетается с башней Ленорман. Когда у нас происходит очищение от всего, что нас ограничивает, мы, естественно, будем подводить какие-то итоги. И, возможно, даже будем, есть такой аспект, еще другой башни Ленорман, это изолированность. И когда мы изолированы от внешнего мира, то изолированность здесь в башне означает такую философскую мысль, когда мы можем продумать все, обдумать, принять другую философскую концепцию. И вообще, возможно, включить в свою мировоззренческую картину несколько философских концепций. Допустить, что они могут сосуществовать совместно и восток, и запад. И восточная и западная мысль имеют право, например, на жизнь. И детали жизненного пути и ее общее направление развития становятся понятными по карте башни с высшей точки зрения. То есть у нас есть ресурс, у нас есть такая способность, которая точно позволит нам принять разные точки зрения, подвести итоги и понять происходящее, то, что с нами происходит в нашем внутреннем плане, как следствие проявления во внешнем мире, ну как бы с высшей точки зрения, с задумки божественного. То есть какой урок я прохожу по башне, вы сможете это понять, у вас есть на это ресурс. Еще, конечно, башня, это Валенорман, это символ стабильности, прочности, устойчивости положения. И вот следом за разрушением старого мы будем искать, у нас есть такая адаптивная способность, поисков новых опор, новой прочности, новой твердой почвы под ногами своими. Также карта башня в Валенорман нам говорит о желании контролировать, о способности контролировать. То есть у нас будет контролируемая башня, вы можете контролировать, несмотря на то, что это неконтролируемое событие, то есть мы не можем повлиять на его наступление, либо нет, но мы можем контролировать проявление своих реакций, контролировать и выбирать, как мы будем реагировать, и степень как бы шкалы нашей эмоций, разброса нашей эмоций. Также это про границы, здесь четко вы будете, у вас есть способность соблюдать свои границы еще по собаке в том числе. И карта башни мне очень нравится, это всегда про высокие стандарты и про глобальность мышления. То есть у вас есть способность видеть картину мира более глобальной, происходящего более глобально. И когда будете проживать энергию башню, то, конечно, она иногда проживается часто даже болезненно, с болезненными реакциями, но вам будет легче из-за того, что у вас есть такая адаптивная способность видеть глобальное, иметь глобальное мышление и видеть картину как бы целиком. То есть вы будете понимать, для чего этот вам этап. И что дальше идет о завершении, о очищении, о завершении и совершенно другой выход на новый уровень. Мне нравится метафора «Маяк спасения» башни Алина Роман. Это такое, мы видим даже тут метафорическое окно и от него как бы канат. То есть «Маяк спасения» из нее есть, то есть он нам светит, как «Маяк спасения». Здесь башня, она разрушает до фундамента, до основания, а здесь у нас появляется новый свет в конце туннеля. Вот, наконец-то, подобрала нужные слова. Что хочется сказать по ресурсу, который у нас такая прекрасная шкатулочка, да, показывают закрытая. Эта карта гроба, не стоит вкладываться ее на название. На самом деле это изменение и трансформация, и какой-то конец. Естественно, он неизбежен по башне. И вот это изменение, трансформация и конец, у вас есть внутренняя способность принять. Видите, он закрыт, как шкатулочка, и контейнировать. В психологии есть такая практика, как в практике там есть заземление, есть контейнирование эмоций. Вы способны контейнировать эти эмоции, не вытеснять в бессознательное, а контейнировать и давать им как бы границы, границы их диапазона, да, проживать их в определенном диапазоне. И это очень классная способность, когда вы все можете контейнировать и перерабатывать. Старое, ненужное вы можете похоронить, то есть сказать ему спасибо. То есть по карту, по восьмой карте Ленорман мы относимся к внутреннему такому пониманию и принятию жизненного цикла рождения и смерти. Когда-то это служило мне границами, внешними опорами, убеждениями. И когда-то я верил в это. Но пришло этому конец, и каждый конец — это начало и рождение чего-то нового. Это естественный путь, и у вас есть способность это понять. То есть и по башне, и по гробу у вас есть способность прожить эту башню архетипическую. Очень мне это нравится, и я за вас очень в этом плане спокойна. И хотя унаследованные ценности и собственность по башне, даже имущества, какие-то взгляды материальные теряют свою важность и должны дать путь новой идее о новой жизни, то есть вот как раз эта восьмая карта, она и дает нашу внутреннюю способность, чтобы мы эти прошлые ценности и собственности легко с ними могли расстаться и дать путь новой некой идее. И изменения главным образом проживаются обычными людьми в основном как тяжесть какая-то изменения. Но у вас есть такая способность, которая, я уже сказала, контейнировать эмоции. И вы как драгоценное в шкатулочку положите этот прошлый опыт, положите и закройте, потому что он больше вам не пригодится. Но вы с благодарностью это сделаете. И вот карта гроба это тоже благодарности прошлому, что было, но уже отмерло по башне, да, закончилось. И дадите путь новым возможностям для личного роста. Это очень вдохновляющее завершение. Это как бы, знаете, закрыть гельштальт. Вот здесь вы закроете по карте гроба гельштальт, который будет по башне. Закройте его и поблагодарите, скажите спасибо, что это было. И у вас на это, только в этом, ну вот возможно вы и раньше это делали. Но вот в этом периоде, в этом году, в 23 году у вас на это будут все возможности и ресурсы. И выйти в новые доверия к миру, к жизни, к себе. По карте собака мы всегда говорим о доверии, о дружбе, о надежде, о том, что мы начинаем доверять вселенной, миру, пространству, высшим силам, Богу, в то, что вы веруете, ближним людям. У нас появляется такая, знаете, не наивность детская, а именно доверие, что так и должно происходить. Я 100% доверяю, допустим, новому человеку. Я изначально даю себе установку, у вас, кстати, по башне может быть разрушена та установка, которая, что в людях плохого и в мире плохого зла больше, чем добра. И у вас есть ресурс поменять это на то, что в людях больше и в мире добра, чем зла. Ведь собака, она бежит к каждому незнакомому. Она доверяет ему 100%, пока он ее не обидит. Но он может и не обидеть. И вот она идет и доверяет незнакомцу 100%, дает кредит такого доверия. И вот по карте собака у вас есть такая способность давать такой кредит доверия, начать как бы обнулиться по башне, начать заново доверять миру, вселенной и людям. Я очень за вас в этом плане рада. Это такой классный ресурс, который очень часто нам не хватает взрослым. Когда у нас уже утрачено из-за наших предыдущих травм, обид, неправильно прожитых, травматичных событий жизни, неправильно закрытых или не закрытых вовсе гельштальтов. Вот это вот доверие миру, как радость, радование просто всему. Такая вот радость внутренняя, как у собак и животных. Он бежит и виляет хвостиком навстречу любому прохожему. Он радуется солнечному дню, пасмурному дню, все равно какому дню. Он просто бежит и радуется. Вот эта вот способность, она у многих у нас уже давным-давно утрачена в силу тех обстоятельств, которые я выше назвала. А у вас есть этот еще ресурс. Он как бы высвободится по башне. Он даст новое семя. Ну и что нам порекомендуют? Какой совет же нам дадут проживать эти наши уроки, эти наши жизненные этапы? Что нам порекомендуют? Как прожить нам? Что будет нам полезно для развития нашей души? Посмотрите на картинку сначала. Какая интересная картинка здесь, да? По-моему, женщина, прыгающая с гор. Будьте более уверены в своих силах. Ну, по-моему, замечательное, да? По-моему, замечательное послание. Быть более уверены в своих силах. Даже когда внешний мир, кажется, рушится. Когда привычное все старое рушится на наших глазах, а мы все равно на этих руинах, посмотрите, как метафорично, на этих руинах танцуем, да? Прыгаем с этих руин новыми, обновленными, как энергия старшего аркана на львово шут, мне нравится. И вот еще одна рекомендацион. И посмотрите, тоже открытая поза у человека, поднятые руки. Вас ожидает успех, обретенный легко и без усилий. Результат вас удивит и порадует. Ну, посмотрите, какая интрига у нас в конце. Вот мы тут прыгаем. Посмотрите, как... Ну, вот обожаю. Обожаю я все символные системы, как они сочетаются. Просто посмотрите, вот как они дополняют друг друга. Здесь открытая поза, здесь открытая поза. И вот у нас так даже, если мы линейно смотрим, когда мы сможем это все закрыть, контейнировать наш, забыть про наши старые убеждения, больше которые нам не служат. Все про отжившее по этой башне, опереться на эту башню. Как мы уже сказали, про луч света, маяк надежды, прийти к доверию к миру. И тогда, конечно, у нас будут и силы, и успех. И мы будем обновленными, открытыми входить в этот мир. Несмотря на то, что какие-то... Вокруг, кажется, рушится мир. Но внутри у нас будет вот то, о чем мы сейчас сказали. И сила, и радость, и вера в наш успех. Я вам этого искренне от всей души желаю. Благодарю вас, что вы нашли время для себя посмотреть, осознать, осмыслить что-то. Я вам желаю мира. И берегите себя. До встречи в новых обзорах. Всего хорошего. Пока-пока. И у нас остался третий вариант. Синий кролик наш. Синий кролик. И кто выбрал, мы сейчас скрываем главную позицию нашего расклада. Это главная энергия года. Главный архетип. Та энергия, которая... Есть задача нашей души для проживания. Для проживания в этом году. И от того, как мы проживем, как мы пройдем эту энергию, будет зависеть дальнейшее наше развитие. И для синего кролика, для третьего варианта, это энергия отшельника. И я вас попрошу для начала поработать в ассоциативном ключе и отследить свое первое впечатление, которое данная карточка у вас вызывает. Свой первый эмоциональный отклик. И, возможно, даже телесный, где-то у вас отзывается в теле, когда вы смотрите на эту карту. Прямо поставить можно на паузу видео и обратить взор вглубь себя и спросить, где у меня отзывается это в теле, какая эмоция ключевая вызывает у меня эта карточка. И это будет самое важное. Ваши индивидуальные проекции, которые у всех могут быть разными из индивидуального вашего бессознательного. Но как у вас, так и правильно. Когда вы эту работу сделаете, мы с вами можем посмотреть и увидеть, что перед нами предстает леший, хранитель леса, лесовик такой, который идет, сам превратился уже в подобие этого леса, держит палку и идет. Это в психологии архетип поиска либо архетип мудреца. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Вот такая цитата у меня возникает, глядя на архетип отшельника, мудреца. Мы видим мудрого старика, и это энергия про обретение себя, быть собой истинным, про самодостаточность, про свои внутренние ресурсы и их использование, принятие уединения или одиночества как экзистенциальной данности. Здесь по юнгу проходят такие понятия, как ум, любовь, интроверсия и мудрость. И да, здесь очень интересно, что и любовь проходит по этому старшему аркану, потому что в нашем понимании социально-обывательском одиночества это отсутствие партнера, партнерства в жизни, и это значит не про любовь. На самом же деле, как писал психолог Эрих Фрома в своем трактате, по-моему, о любви, что способность быть в одиночестве это условие способности любить. И да, это, конечно, такой частый образ архетипа старика-мудреца, когда мы просим кого-то, ну, вообще там, на группу или кого-то отдельного представить себе образ мудреца, только часто представляют это уже в возрасте пожилого мужчину с бородой, как мы здесь видим, да, часто в шляпе, часто с посохом в руках, и это наша коллективная, бессознательно рисует нам такой образ, то есть мудреца. Про что это нам? Про что это мудрость? Это такой период развития человека, который может наступить вне зависимости от физиологического возраста. И вот для вас троечки, третий вариант, синие реббецы, это, или блу реббец, да, этот период наступит в 23-м году, когда будет потребность прожить такую энергию, когда вы столкнетесь со своим таким периодом в жизни, когда у вас будет необходимость, потребность внутренняя, обрести внутренний мир и благоразумие. И благоразумие следует понимать по Уитту, который писал, что благоразумие состоит в том, чтобы согласовывать возможность с желаниями, когда вы согласовываете свои желания с вашими возможностями. И ключевая идея в том состоит, что благоразумие тщательно обдумывает последствия преждедействий. То есть мудрец сначала думает, прогнозирует возможные варианты последствий своих действий и потом выбирает, действовать или нет. Помните, во вступлении к психообзору я говорила, что только вы несёте ответственность за последствия ваших выборов, и только вы влияете этими выборами на свою жизнь, то у вас в синем варианте у вас это встроенная будет такая функция, потому что архетип — это что-то выше нас, которое бессознательно влияет, что мы сначала будем продумывать наперёд необходимость каждого действия нашего, последствия каждого оброненного слова, сказанного. И такое значение ещё имеет архетип поиска, что ты уже там, куда ты идёшь. Вот этот вечный наш поиск, он и состоит в том смысле не в цели найти что-то, достигнуть, а в пути, то есть в процессе. И это, конечно же, обретение себя и верность самому себя, внутренний покой, который дарует нам архетип и энергия отшельника. Я очень за вас рада, что вот внутренний покой и обретение себя и верность самому себе, наверное, это такие основополагающие, ключевые аспекты, к которым мы все стремимся в суете и в быстротечности этого мира. То есть найти себя. Но вы помните, что вы уже там, куда вы идёте, да? Вы уже на том месте. Это такой философский взгляд на жизнь, когда мы можем задаваться экзистенциальными вопросами и находить на них не то, что ответы, может, мы их и не найдём, но искать их. Когда нас остро начинают волновать вопросы, кто я, зачем я пришёл в этот мир, где был до рождения и куда исчезну после смерти, почему я и все люди умирают, какой в этом во всём смысл, почему дети болеют, вот такие, по таким экзистенциальным вопросам, которые вы будете себе задавать, вы поймёте, что вы проживаете архетипа, мудреца, архетип поиска, который нам демонстрирует отшельник. Это традиционно считается психологией кризисом середины лет, но, по моим наблюдениям, это не зависит от физиологического возраста. Это середина жизни, она может колываться там, да, от 30 до 50 лет и в любой момент наступить. Каждая по-своему ощущает эту энергию, да, вот этого отшельника, когда хочется уединиться от всего внешнего мира, как мы видим здесь у нас отшельник, уединился от всего внешнего мира, и он уже стал этим лесом, да, он уединился в лесу и сам стал лесом, то есть он стал тем местом, схож с ним, потому что ему там конкурентно, он находит себя там, своей душе там приют, и он ищет ответы, которых не существует в его опыте. Конечно, человек на эти экзенциальные ответы может искать бесконечно, и ценность именно в процессе, а не в достижении. Мы можем и не найти ответы на эти вопросы, но тут ценность в этом опыте, это в процессе их поиска, да, когда мы задаемся. И человек достигает максимальной зрелости, а вместе с тем воплощает замысл, как правило, своих родителей и ожидание общества, и от этого порой он не знает кто, он не знаком с собой истины. То есть когда мы достигаем зрелости, мы сталкиваемся с тем, что мы реализовывали чьи-то сценарии, чьи-то цели, и задаем вопросы, а я чего хочу, а что мне полезно, кем бы я хотел быть, кем бы я хотел стать. Вот про это будет вас спрашивать отчельника, дорогие, третий вариант, «Синякие кролики» в 2023 году. И вы будете слышать, безусловно, противоречивые голоса своей социальной личности и с одной стороны, и требования своей самости с другой стороны. То есть социальные аспекты вашей личности будут говорить, ну как же, надо, вот диплом, красный, золотая медаль, работа, квартира, машина, ипотека, свадьба, поцелуй, монтаж, ну так все как в фильмах, да. А ваша самость будет говорить таким тоненьким голоском, и важно его услышать, а я хочу другого. Я в лес хочу, например, в лес хочу. И он ищет человека, проживающий архетип отчельника, ищет собственный смысл, естественно, свою цель жизни, а не смысл, продиктованный ему другими людьми, или группой людей, или социумом. В этом ценность архетипа отчельника, архетипа мудреца, архетипа поиска пути, опираться только на самого себя, на своё внутреннее видение, на свой внутренний голос, на свой посыл внутренний. Здесь нет типичного фонаря, присущего этому аркану, второславянских легенд, но мы видим, как широко открыты его глаза, посмотрите, и как будто он сам собой олицетворяет этот фонарь, он освещает себе путь своими знаниями. И вот понятие одиночества, которое часто связывает с архетипом отчельника, оно переживается и в социуме, и в партнёрстве, и находясь среди людей, а тем, что вы себя чувствуете с ними неконгруентно, ни в своей тарелке, ни на своём месте, они не утоляют ваш эмоциональный голод, и только вы сами, уединившись, можете его утолить. Вот это такое состояние монады, которое необходимо для проживания в любом, ну, мне кажется, любой личностью, ну, на разных этапах своего развития. Вот это одиночество, проживание одиночества, оно не ослабевается от встреч с другими людьми, оно только усугубляется. Человек начинает ощущать собственную отдалённость от других в самых болезненных аспектах своей жизни, в повторяющемся поиске романтической любви. Он всё равно... Почему я начала с любви по отшельнику? Энергия отшельника, она ищет эту любовь, она ищет эту романтическую, она ищет безусловную любовь, она ищет любовь взаимности, принятия. И когда попадаешь в социальные отношения, в социум, в партнёрские любые отношения, ты её там не встречаешь. Ты встречаешь различные формы более деструктивных отношений, и поэтому только найдя эту формулу вот той романтической любви или, безусловно, родительской любви внутри себя, обретя эту формулу, ты можешь её вынести в социум, к своему партнёру, к другим людям и предложить. Вот в чём смысл, почему люди путают и часто думают, что, а, но это всё про одиночество. Это про такой, ну, как бы, высший смысл. Вообще, нас уже у зрелых, у зрелых своих друзей, тарологов, подруг тарологинь, я часто встречаю, что отшельник самый любимый старший аркан. И какие ещё мы вот эти болезненные аспекты жизни по отшельнику проходим, когда мы начинаем принимать своё старение, несовершенство своего физического тела, его аспекты, конечности, принимать какие-то болезни, ну, и вот именно аспекты старения здесь проходят. И вообще бессмысленности и конечности бытия. И в то же время отшельник чувствует свою сопричастность к чему-то большему, чем он есть, главному и центральному. Поэтому мне особенно нравится здесь этот старший аркан, когда вот этот наш леший, он и сам есть часть этого леса. Он есть и часть этого леса, и лес, является лесом по своей сути, сам по себе. То есть он есть и частью, и целым одновременно. и отшельник, конечно, видит отражение великого в малом. Вот он и есть отражение вот этого великого в малом, он собой показывает. И служение его главное, это следование своему пути. Поэтому по таким критериям, по таким архетипическим проявлениям, по таким как бы возникающим вопросам в вашей душе, вы сможете определить, что вот я начал проживать эту энергию отшельника, вот она пришла в мою жизнь, вот сейчас мне надо как-то с ней взаимодействовать. И от того, насколько я успешно буду с ней взаимодействовать, не отмахиваться, а как бы проживать и конгрессно взаимодействовать, я смогу пройти этот эволюционный этап от своей души, обрести себя, стать собой истинным, понять, что для меня есть моя самодостаточность и опираться на внутренние ресурсы и их использовать. И вот сейчас как раз время посмотреть эти внутренние опоры, на что мы сможем опираться в третьем варианте в синеньких кроликах для того, чтобы помочь выполнить эту главную задачу нашей души. Это те личностные наши характеристики, качества, которые безусловно в нас уже есть и они будут нам помогать. Как я говорю, в любой непонятной ситуации вспоминаем про те внутренние опоры и ресурсы, которые у нас есть. И посмотрите, это леса, как житель леса. Это ворота и это горы. Ну, по-моему, очень все логично и красивая картина. Здесь разворачивается. Сейчас попробую сделать так, чтобы вам не сильно освечивало выложить расклад. И давайте по каждой позиции пройдемся. Итак, леса. О каких качествах нам говорит леса, которыми вы обладаете, которые помогут исправиться со всеми, не только проживать эту энергию, нашу архетипическую, мудреца и поиска, но и прежде всего ее, но и со всеми как бы жизненными перипетиями. Почему я говорю со всеми? А потому что леса у нас обладают такими качествами, как бдительность, осмотрительность. И вот они мне похожи. Посмотрите, я хотела рядом. Вот отшельник смотрит открытыми, широко глазами, да, и леса, вот они смотрят как бы очень зорко, прямо перед собой. А это про бдительность, это всегда быть на чеку. Это то, что мы говорили, вяжется очень замечательно, дополняют себя эти системы карточные, различные, символные тем, что отшельник продумывает, да, сначала думает, а потом действует, мы говорили. И леса, она продумывает, а у нее это такое качество, как осмотрительность, использование своих преимуществ и ловкость. Это вообще карта предпринимателей, как я говорю, предпринимательства. То есть развитые предпринимательские способности, они будут вам помогать не только в вашем деле, бизнесе, в работе, но и в поиске вот таких ответов, да, это острый ум по лисе, это навыки выживания, это стратегия, высокий интеллект, пользование принципом здравого смысла и проницательности. И действительно, умная лиса способна выживать в любой ситуации, изворачиваясь, выкручиваясь, действуя исключительно в своих интересах. И отшельник ставит свои смыслы на первое место, поэтому он удаляется от социума, да, он себя ставит на первое место. А пока я не найду свои ответы, не найду себя истинного, мне смысл контактировать с окружающим миром, да. и вот лисица, она тоже имеет такое качество, как ставить себя на первое место, действовать своих интересов и, естественно, обратает благоразумием, стремиться к этому, борьба за выживание и проявление, у него также проявлены, как у животного, очень развитые инстинкты. это решительность, хитрость и, ну, как бы, то, что я уже сказала, предпринимательские способности. И вот эти качества, они у вас есть, и опираясь на них, вы сможете справляться даже с глубинными, глубинными своими вот такими кризисными моментами, которые могут заключаться в, допустим, ну, нет ответа на те вопросы экзистенциальные, которые мы задали, да, ну, ничего не устраивает, но вот эта ловкость, неугомонность предпринимательства будет вам опорой для того, чтобы продолжать этот поиск. И смысл, как мы говорили, не в ответе, а в самом пути этом, да, ворота. Это не стандартная карта Ленармана, это дополнительная, и как ворота, как в любой символьной системе, она символизирует, ворота символизирует некую инициацию, переход к новой жизни, к новым открытиям, открывает новые какие-то перспективные возможности в плане понимания бытия, мира, себя, и, конечно же, она очень вяжется с нашим отшельником, потому что это и есть переход, уйдя в отшельника, и выйдя из него, мы уже не будем прежними, это однозначно, это однозначно, а почему? Потому что мы познаем вот ту внутреннюю истину, о которой мы говорили, и это инициация, видите, тут ступени, которые ведут, как бы, уходя вверх, ведут другим путём, это символ, ворота могут быть также ещё символом возвращения из дальнего пути, то есть вы попутешествовали вглубь себя, ушли за поиском ответа, и вы в эти ворота вошли, и вы в эти ворота вернулись, то есть вот ресурс, что всегда можно вернуться, всегда можно обратно вернуться в социум, если это важно, так как мы социальные всё-таки существа, вернуться обратно, но уже иным, обновлённым, потому что это инициация, пройдя эту, как бы, инициацию. Символ горы очень интересный тем, что часто гора представляет собой некие препятствия, вызовы, вызовы, это те вызовы, которые и высокие цели, которые мы ставим перед собой. Конечно же, отшельник ставит перед собой высокую цель найти свой собственный путь, найти свои истинные желания, то, что ему необходимо реализовывать в этой жизни, да, то есть, своё, как бы, предназначение, если хотите. И гора говорит, что те препятствия, которые посылает нам судьба, нужно воспринимать как тренажёры для саморазвития. И гора и даётся нам как тренажёр для отшельника, для саморазвития. То есть, зайдёт он на эту гору или нет. Вы помните, что в классическом, кто знает, да, видел классический аркан отшельника Артура Уэйта он находится высоко на горе, нас в лесу, потому что у нас тематическая такая колода, да, славянских легенд. И мы должны взобраться на эту гору, на эту метафорическую гору, пройдя через какие-то испытания душевные, прежде всего, в поиске этих ответов, в обретении, в честном взгляде на себя внутри, в поиске формулы своих собственных отношений, любви, взаимодействия и так дальше. И только после этого можно подняться на эти сияющие высоты. И гора также это символ неподвижности. На языке символов забраться на гору означает готовность заняться решением проблемы. То есть есть у нас все ресурсы найти, пойти в этот путь вглубь себя и искать ответы и по лесе, и по горе. Здесь нам этот наш предпринимательский дух неугомонный будет не давать покоя, знаете, постоянно крутить на заднем плане, задавать вопросы, почему так, а не иначе. И здесь у нас готовность есть заняться решением любого вопроса и поиском его ответа. И нужно, конечно, быть готовым по горе, принять вызов, который нам она бросает, взойти на эту гору, предстоящий путь, понятно, не просто тернистый, необходимо продумать каждый шаг, свой шаг, чтобы не сорваться. Но это и делает отшельник. Самое интересное, что он это и делает, что он сначала думает, а потом действует. И тогда вы будете иметь возможность преодолеть препятствия, держать победу над своими собственными, возможно, какими-то страхами и над любимыми препятствиями, посылаемыми вам во внутреннем своем мире, прежде всего, чтобы столкнуться, найти свой путь себя истинного, о том, что мы говорили. Ну что ж, друзья, по-моему, очень так даже получилось такой третий вариант у нас такой синий кролик, такой ну что ли не возвышенный, а вот такой ну высокодуховный, ну точно как духовный, духовный вызов, который стоит перед нами, духовную энергию надо пройти и заземлить ее через потом воплощение это в реальном мире. Давайте посмотрим рекомендацию, совет, что же нам посоветуют высшие силы в помощь проживания этой энергии. И посмотрите сначала на картинку здесь, человек стоит задумчиво, на валуне и смотрит на бушущее море, чайка летает, и у нас такое послание, добавьте к желанию инициативу, предприимчивость, самостоятельность, и у вас все обязательно получится. Ну как вам, друзья, опять не восхищаться, нам не восхищаться с вами вот этим волшебством сочетания символьных систем, а у нас есть предприимчивость и самостоятельность по лисе, да, и конечно же у нас все получится, потому по горе мы зайдем на эту гору. Вот такое послание для третьего варианта, как же, вот я вам его положу, для третьего варианта, и я очень благодарна вам за то, что вы нашли время позаботиться о себе, посмотреть это видео в целях собственного развития, принять какие-то возможные вещи на вооружение в плане своих действий, осуществления своих целей, желаний, мечт. Я вас благодарю, желаю вам мира и до встречи в новых видео. Всего хорошего, удачного вам 2023 года. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok